Всем привет! С вами снова я, Таня Бекметова. Повышаем трафик, лайкаем и грамотно подбираем контент. Под хэштегом Террограммы собрались самые яркие и запоминающиеся аккаунты самарских авторов сети Инстаграм. Начинаем наш Террограмм. Тольяттинский тренер-инквизитор Игорь Воронцов призвал френдов есть минимально обработанные продукты. Именно в них есть так называемая природная аптечка. В обработанных продуктах их в разы меньше. Например, свежие овощи и фрукты собрали, съели. Куриное яйцо у курицы отняли, сварили, пожарили, съели. Можно ногу у нее тоже отнять и съесть. Будем считаться минимально обработанным продуктом. Орех собрали, съели. Исключением может стать молоко. Но чтобы молоку стать молоком, ему нужно пройти этот минимальный путь обработки. Всегда спрашивай себя, какой путь проделал этот продукт до полки магазина. Чем длиннее путь, тем меньше продукт. Сохранил полезных ништяков для тебя. Мечтательница, журналистка и путешественница Ирина Грумеза рассказывает про байкеров. Когда муж байкер, он не храпит. Ему снятся мотоциклы. Он не сидеет. Он покрывается хромом. А теперь из личного опыта. Мотоцикл живой. Это не обсуждается. С байком он обращается бережнее, чем с тобой в медовый месяц. Зимой ты наблюдаешь, как он страдает от мототоксикоза. И подозреваешь, что не задерживается на работе, а бегает в гараж на свиданку с двухколесным. Перед открытием мотосезона он следит за погодой, как космонавт перед запуском ракеты. И если будет возможность посетить все существующие в стране открытия и закрытия этого самого сезона. Он разглядывает модели Харли Дэвидсон, как ты платье на витрине Версачи. И ты испытываешь всю гамму эмоций, проносясь под рев мотора по скоростным магистралям, про селочным дорогам, странам, городам и сверкающим побережьям. Научишься доверять ему свою жизнь на 100%, выучишь все молитвы, пока ждешь его из дальней поездки. Дизайнер Юлия Милк рассказала, что во время самоизоляции она получила очень необычный опыт фотосессии по FaceTime. То есть фотографирование онлайн. Честно, особых надежд и иллюзий я на этот счет не питала. Я сложно себе представляла, как это возможно, но увидев результат, я была, мягко говоря, удивлена. Как же мне понравилось, что мы сделали с фотографом вместе. Эти фото – лишь небольшая часть того, что у нас получилось. И мне очень захотелось познакомить вас с этой талантливой девушкой. В период самоизоляции такой вариант особенно актуален, пишет Юлия Милк. Тему путешествий по Самарскому краю открывает Кристина Солдаткина. Побывала на Мостряковских озерах. Это где-то примерно между Самарой и Тольятти. Можно легко добраться на своем авто, чтобы погрузиться в полный релакс. Вид там, я скажу, просто потрясный. Рай для таких бывалых путешественников, как я, любители ленивого пляжного отдыха, рыбаков и грибников. Кругом зелень, пляжи, лесочек такой неплохой. Ну, все, как и полагается на природе. Но я выбрала другой способ развлечься. Качели. Подвесные качели – своеобразный символ Мостряковских озер. Качаешься себе вверх-вниз, а внизу под тобой ну просто нереально крутой панорамный вид на озера и прочие прелести. У меня аж дух захватил от такой красотищи. Кайф покачаться на высоченном крутом берегу с видом на озера и лес. Кстати, это абсолютно безопасно. Хотя со стороны кажется, что вот-вот сорвусь в пропасть. Но это совсем не так. Отличный повод запилить бомбические фоточки для Инсты. Горячее фото выложила фитоняша из Тольятти. Кейт Капучино. Девушка в купальнике боксирует автомобильные покрышки. Капучино – это влюбленность. Сначала терпко, потом сладко и легко. А на поверку все та же жизнь. Но моменты, когда сладко и терпко – самые лучшие. Кстати, всегда можно просто съесть пенку и не пить. Но мало кому приходит это в голову. Видимо, дело все-таки в сочетании, рассуждает девушка. Обворожительная сотрудница самарской полиции Юлия Зубова рассуждает про современные формы пикапа, знакомства на улице с целью соблазнения. Вспоминаю, что на дворе 21 век, и когда парни подходят знакомиться с фразами «поехали пил попьем», серьезно, неужели с кем-то это еще работает? Я чего-то пропустила, видимо? Ах, да, еще я вспомнила, как однажды выносила мусор, а парнишка начала разговор так. Какой у вас красивый мусорный пакет. Что, простите? А какие самые необычные фразы для знакомств вам приходилось слышать, спрашивает красавица-капитан. Спасибо, коронавирус, а теперь появилась еще какая красивая у вас маска, пишет один из комментаторов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что провел совещание на месте строительства моста через Волгу в районе села Климовка. Несмотря на непростую обстановку в регионе и действующие ограничения, для строителей созданы все условия и работы идут по графику, пишет глава региона. Строим новую автодорогу, чтобы она служила людям десятилетиями. Все основания для этого есть. Дорога будет частью международного коридора Европа-Западный Китай. И сделает регион крупным транспортно-логистическим центром. На данном этапе работы идут на левом-правом берегах реки. Мостовики обустраивают свайные основания на опорах и приводят испытания несущей способности грунта на проектную и максимальную нагрузки. До этого уже построили технологический причал для сборки и погрузки конструкции и бетонный завод. Важно, что к проекту привлекаются организации региона. Путь к сердцу мужчины через курьерскую службу. Модель Кати Феоктистова поделилась секретом своего успеха. У одного успешного мужчины спросили, что если ваша жена вдруг скажет, я не хочу больше готовить. Что вы сделаете? Он сказал, я поменяю жену, рассказывает Катя. Девочки, давайте оставим. В нас небольшую тайну и загадку, а домашние вкусняшки будем заказывать с доставкой. Читатели троллят Катю. А если курьер опоздает или заблудится, а ваш муж поступит так же, как указанный успешный бизнесмен? На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно, так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети ТР и следите за новостями в новом выпуске ТР-грамма. С вами была я, Таня Викметова. Увидимся! Продолжение следует...